Актриса Людмила Касаткина и режиссер Сергей Колосов жили и работали вместе 62 года. Причем никогда не были замечены ни в одном скандале. Это большая редкость, особенно для союза двух творческих людей. Но Людмиле и Сергею удалось пронести свою любовь через всю жизнь, не омрачая ее предательством. Колосов стал известным кинорежиссером, а жена его музой. Но впервые Людмила Касаткина прославилась, еще до работы с мужем, благодаря главной роли в знаменитом кинофильме «Укротительница тигров». Людмила Касаткина появилась на свет 15 мая 1925 года. Она мечтала стать профессиональной балериной, но полученная в подростковом возрасте травму поставила крест на карьере. Тогда Людмила поступила в ГИТИС. Очаровательная миниатюрная блондинка нравилась многим мужчинам, но никому не отвечала взаимностью и считалась недотрогой. В день, когда девушке исполнялся 21 год, она познакомилась с 25-летним студентом Сергеем Колосовым. Счастью молодого человека не было предела, когда Людочка пригласила его на свой день рождения. Сергей с роскошным букетом пионов явился по адресу, который назвала девушка. Но Людмилы там не нашел. Оказалось, красавица решила подшутить над очередным поклонником и назвала чужой адрес. Сергея это не остановило, он решил добиться расположения Людмилы. Ему это удалось, вскоре они начали встречаться. Колосов и Касаткина встречались четыре года прежде чем пожениться. К тому времени Людмила была актрисой в Центральном театре Советской Армии. А Сергей трудился там ассистентом режиссера. Людмила Касаткина довольно поздно дебютировала в кино. 29 лет, но сразу в главной роли сделавшей ее звездой первой величины. Фильм 1954 года «Укротительница тигров» был необычайно популярным. Но роль Лены Воронцовой далась Людмиле Касаткиной нелегко. Договаривались, что актриса не будет подходить к тиграм, за нее это делала дублерша известная дрессировщица Маргарита Назарова. Но режиссеры все же хитростью заставили и Касаткину сделать несколько сцен с хищниками. После этого триумфа многие режиссеры хотели видеть Людмилу в своих фильмах. Вскоре ее муж приступил к съемкам своего первого фильма. Людмила Касаткина великолепно исполнила Катарину в кинофильме Сергея Колосова «Укращение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира. Сергей и Людмила сделали вместе более десяти замечательных киноработ. «Душечка», «Помни имя свое», «Операция Трест», «Свеоборг» и другие. Работа занимала в жизни творческой пары большое место, но не забывали они и о семье. В 1958 году супруги стали счастливыми родителями сына Алексея. Людмила Касаткина и Сергей Колосов прожили вместе долгую, активную, плодотворную жизнь. Они многое успели и многого добились. Счастливая семейная жизнь продлилась 62 года и ни разу не была омрачена скандалами или слухами. Их сын Алексей Колосов стал джазовым композитором, подарил родителям двух внучек, Людмилу и Анну. Супруги настолько ощущали себя единым целым, что не смогли жить друг без друга. Последний год они сильно болели и лежали в соседних палатах. 11 февраля 2012 года не стало 90-летнего Сергея Колосова, а всего через 11 дней покинула этот мир и 86-летняя Людмила Касаткина.